А вот для того, чтобы поймать участников преступной группировки «Заводские», сотрудникам саратовской полиции понадобилось несколько лет. Эксклюзивные кадры задержания в репортаже Павла Брыкина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Например, совладельцу кирпичного завода Сергею Николаеву бандиты предложили выбор – жизнь или бизнес. Предприниматель угрозам не внял и едва не погиб от пуль киллера. Ну, он был в полуприседе, двумя руками держал пистолет и выстрелил. Первый выстрел попал мне в руку, я чуточку развернулся, ну, начал кричать. Выстрел был второй, я уже, ну, скажем так, в шоковое состояние. Дверь открылась, и он очень быстро убежал. Сергея Николаева спасли от смерти документы в нагрудном кармане куртки. Но бизнес спасти не удалось. Бандиты не смогли устранить предпринимателя физически, зато избавились от него юридически. Они подделали учредительные документы и захватили предприятие. Дадьте руки, руки! Дадьте руки! А это представитель заводских, по мнению следователей, вымогал деньги у мелких предпринимателей. Его поймали с поличным. За очередным взносом от запуганного владельца автосервиса он вышел в домашних тапочках. В них его и отвезли в СИЗО. Но тапочки скорее исключение. Как правило, участники группировки передвигались по Саратову на дорогих внедорожниках без номеров. Вот один из таких автомобилей. В заднем кармане пассажирского сидения травматический пистолет «Макарыч». Пистолет Иш-79-9Т. Одно из самых громких преступлений группировки «Заводские» – разбойное нападение на магазин «Золото» в декабре 2009 года. Он располагался вот в этом помещении за моей спиной. Примерно в 6 часов вечера двое мужчин вот в таких медицинских масках ворвались в магазин, избили продавца и украли ювелирные изделия. Ущерб тогда превысил полмиллиона рублей. Найти ювелирные украшения до сих пор не удалось. Участников налета выследили и задержали на одном из перекрестков Саратова. Они даже не успели оказать сопротивление. Группы действовали достаточно нагло, с применением оружия. В масках ворвались помещения. С применением физической силы, в отношении персонала клали, грубо говоря, на пол. И похищали все, что им было необходимо. Кроме этого, за данной группировкой несколько квалифицированных квартирных краж, вымогательства, в том числе в отношении как коммерсантов, так и простых граждан, которых с применением насилия применялись пытки, издевательства. В результате там вымогались денежные средства. Участники ОПГ-заводские не гнушались и квартирными кражами. Этих молодых людей задержали после очередного преступления. При себе у них был краденый ноутбук, навигатор, магнитола, бутылка дорогого алкоголя и множество отмычек. А в машине одного из задержанных оперативники нашли альпинистское снаряжение. С его помощью бандиты попадали в квартиры верхних этажей. Выяснилось, что двое из этих воров – пациенты психиатрической больницы. Туда их поместили по решению суда, но бандиты сбежали. Вот как это произошло, по мнению главного врача клиники. Они не убежали, они ушли. А, ушли просто. Но, прежде всего, они ушли. Их взяла сестра-хозяйка. Взяла по хозяйственным нужным. Они уходили на улицу. Сто раз были на прогулках, и никуда никто не убегал. Этот раз они, очевидно, это задули как-то между собой. И когда их взяла сестра-хозяйка, то они ушли прямо с территории. Я начальник этой больницы. Я отреагировал. Я провел расследование. Это расследование есть. Есть в уголовном деле. И наказаны виновные те, кто допустил этот врач. Наказан выговором. Пациентов вернули в психиатрическую больницу. Теперь на открытые прогулки их не выпускают. Остальные участники группировки тоже лишены свободы. Под арестом сейчас находятся два предполагаемых лидера банды и 12 их подручных. Прекращена финансо-хозяйственная деятельность 17 подконтрольных организованных преступных групп, предприятий и организаций. Ущерб, нанесенный государству, составил около 200 миллионов рублей. В настоящее время по уголовным делам наложен арест на имущество подозреваемых, на их счета и арестованное имущество предприятия. В Главном управлении МВД России по Саратовской области говорят, что аресты заводских – это очередной этап большой спецоперации. Ее начали в декабре 2010 года с задержания главы Энгельского района Михаила Лысенко, предполагаемого лидера местной банды. В феврале этого года были отправлены под стражу участники влиятельной группировки из саратовского города Балакова. Впереди, уверены полицейские, еще несколько громких задержаний и не менее громких разоблачений.